Начнем с продвинутой Казани. Здесь билет на одну поездку в любом виде транспорта стоит 27 рублей. Для жителей и гостей столицы Татарстана есть масса различных проездных тарифов. Платить в транспорте можно с помощью многофункциональной карты. Депозит на нее составляет 50 рублей, но она делает проезд в транспорте всего на 2 рубля дешевле. К примеру, за 2,5 тысячи можно сколько угодно раз в месяц ездить на автобусах, трамваях или троллейбусах, плюс за эту цену положено 50 поездок на метро. Если вам нужно пересесть с одного транспорта на другой, то придется покупать билет еще раз, даже если у вас есть транспортная карта. Скоростной трамвай, о котором мы только мечтаем, в соседнем Волгограде появился еще в советские времена. В городе Герои две линии этого вида транспорта обслуживают почти 50 миллионов пассажиров в год. С января 2019 в Волгограде установлены новые тарифы на проезд. Цена варьируется от 20 до 30 рублей в зависимости от вида транспорта и маршрута. Платить за проезд горожане могут с помощью специальной транспортной карты «Волна». С ней стоимость билета уменьшается. А еще такая карта, к примеру, дает возможность в течение часа пользоваться всеми видами транспорта. Количество пересадок при этом не ограничено. О таких возможностях саратовцы пока могут только мечтать. Нам тоже обещали подобную карту примерно год назад, но с тех пор о ней молчок. С нового года стоимость проезда выросла и в Самаре. Теперь за наличные стоимость билета в метро, на автобусах, трамваях и троллейбусах составляет 28 рублей. Единую безлимитную транспортную карту пассажир может приобрести за 1800. Это на муниципальных маршрутах. По аналогии с Волгоградом, у самарцев есть возможность расплачиваться транспортной картой. Только принимают ее не везде. Да и преимуществ по стоимости проезда она пока не дает. А вот коммерческие маршрутки у наших соседей увеличивали цену билета в этом году дважды. В январе до 30 рублей, с июля до 35. Последнее повышение вызвало справедливое негодование самарцев. Но пока дальше петиции в интернете, которую поддержали почти 5000 человек, дело не пошло. В отличие от Пензы, где июльское подорожание вывело людей на улицы. Правда, последнюю протестную акцию активистам не согласовали. Будете мешать прохожим, сказали в мэрии заявителям. У соседей тоже нерегулируемые тарифы. Перевозчикам для изменения цены достаточно лишь оповестить об этом контролирующие органы. С ценами на проезд человек, незнакомый с местными реалиями, так сходу и не разберется. Есть дневные расценки до 21.00. После стоимость билета увеличивается от 3 до 5 рублей. Но в целом за проезд платят больше, чем в Саратове. За 23 рубля можно проехать только по 3 маршрутам. На остальных дороже. Максималка 33 рубля. А вот в Воронеже пассажиры по-прежнему платят за проезд 17 рублей. Перевозчики не раз ставили ультиматум власти и, похоже, своего добились. Осенью повышение произойдет. Осталось выяснить цену вопроса. Общее место для многих городов – качество подвижного состава. Саратов известен как прибежище автохлама из Европы. Сегодня любой желающий может посмотреть, кто и на чем ввозит пассажиров в областном центре. Все данные в абсолютно открытом доступе в сети. Видно, что на большинстве так называемых «жирных» маршрутов трудятся «мерседесы», выпущенные в 80-90-х годах. Вот этому старичку уже пошел четвертый десяток. Новый транспорт закупается, но в основном речь идет об автобусах малой и средней вместимости. Наверное, оттого горожане негодуют от очередных новостей о повышении стоимости проезда. Ну стоит 23, ну бог с ним, пускай стоит 23. Но 28 куда? Было-то 18 же, ну на 5 рублей подняли. Нет, нет, не дай бог, если это будет. Пенсии маленькие у людей, зарплаты маленькие, очень маленькие. Уже сейчас дорого. А если еще повысить, то далеко не всем это доступно. Чтобы сами порезть поднимали. Вот как раньше, один раз подняли, достаточно долго не поднимались. Я в данный момент уже достаточно давно проживаю в городе Москва. Я сейчас просто приехала в гости в Саратов. Если честно, я, мягко говоря, просто шокирована. Потому что цены в Москве на метро порядка 32 рублей, это если по абонементу. У меня же город в районе 40 рублей. И просто соизмеримость зарплат саратовских и московских, она просто не соизмерима. Не повышать, как минимум. Как минимум не повышать. То есть повышение это, ну... То есть 23 это максимально, да? Да, не больше, это точно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова